выключи звук на минутку куда лезешь куда лезешь соня сейчас все завалишь тут соня муху хочешь поймать на улетела муха урси хороший соня хорошая как ты будешь вылезать теперь в окно ну пойдешь гулять а я тут работать буду что уже нет здравствуйте мои дорогие подписчики это с вами я сергей гуд и канал викинг лайф почему я подчеркиваю канал викинг лайф потому что у меня так как как оказывается подписчики смотрят два моих канала непосредственно викинг лайф и второй канал сергей гуд недвижимость на кубани буквально сегодня был звонок одного из такого подписчика из твери который смотрел мой канал о недвижимости смотрел мой канал о том как я переехал в молдаванская вот видит видел все мои ролики начиная того как я сажал первое дерево делал ремонт и в итоге ему тоже за понравилось село молдаванская крымский район и хочет чтобы я ему нашел недвижимость немножечко о работе все-таки работа и канал викинг лайф очень тесно связан да я работаю риэлтором в компании новотех подыскиваю объект недвижимости земля дома квартиры все это можно сделать это моя основная работа это мой основной доход поэтому если у меня дохода не будет то мне ремонт продолжать делать не на что недавно зашел в магазин посмотрел почему же нынче газовые котлы если весной я смотрел котел 10 киловатт мощностью стоил 40 тысяч то сейчас цена больше семи десяти тысяч как так грустно стало что делать надо зарабатывать деньги без этого никуда не деться но сегодня немножко о другом сегодня у нас небольшой праздник где-то тут именинница убежала но рыжая бестия именинница есть сегодня исполнилось полгода шесть месяцев ведь совсем еще недавно в мае месяц это был маленький пушок рыженький такой непонятно что из него вырастет а выросла я вам скажу еще тот хищник настоящая рысь или пума но я ее в шутку называю рыжая бестия девчонка по ночам рвется на улицу вырваться через окно поохотиться то мышей то богомолов то ящериц то еще чего то так что девчонка у нас классная ну а как вы видите за моей спиной это розы сентябрь месяц они буро бурно бурно так активно зацвели и нам очень нравится вот эти вот розы розовые это те которые достались нам скажем от старого хозяина мы пересадили оккультурили как говорится подрезали и они нас теперь радуют своим цветом а вот эти вот скажем так рыженький оранжевый то наш любимый цвет было жарко не не так активно цели но а сейчас вот его прохладнее стало и они цветут ну еще немножечко цветах у нас есть так называемые сентябринки почему сентябринки да потому что они вот начинают свести именно в сентябре и вот наш газончик да это вот сентябринки начинают свести ну там алла в главного входа тоже посадила много-много разных цветов мы даже не чаяли что что у нас там такое будет свести все высохло все жарко но ничего жара спала и скажем очень приличный газончик получился а что сейчас ну вот сегодня как-то тепло неожиданно дал для кубани а тепло 16 градусов 16-17 солнышка нету дождики прекратились в некоторых регионах в частности в риге мне ребята говорят а уже 9 10 градусов где-то ходим в теплых куртках ну как видите я в летнем джемперочке хожу так что у нас еще не так холодно проходим по нашему саду вот и сегодня моя задача собрать кое-какой урожай но сейчас я вам хочу показать кое-что кое-что сейчас сами видите мы подошли к одному из абрикосов значит здесь была мульча курс отойди была мульча я вот когда проходил вот здесь вот это южик маленький наверно он уже на зимнюю спячку устраивается все уроса не трогай может быть здесь их много южиков я не знаю но вот этого мы прикроем мы здесь видели как-то одно время соня вместе с арсением ходила гоняла маленьких южиков кстати а вот она рыжая бестия сонька что ты там ловишь на ран какомить кузнечик очередного моти ящерку что там может мышку поймал она кстати у нас мышей ловит вовсю ну ладно не будем рыжей мешать пускай развлекается вот мы тут решили посмотреть а что у нас вообще творится на огороде пойдемте посмотрим нашу бахчу вот это арбуз только не подумайте что у нас вырос именно такой арбуз самом деле у нас есть и что-то поприличнее вот если такой маленький есть у нас арбуз надеюсь что он будет классный тут уже все раз два три нормально такой у нас арбуз попробуем на вкус арбуз попробуем на вкус прямо смешно получилось еще у нас вырос вот такой вот фрукт если верить то что здесь аллочка написала это называется дыня алтайская вот такая вот дыня а мне кажется она уже перезрела на такая вот дыня алтайская положим ее к арбузу если в траве покопаться и можно еще что-то найти еще одна дынь к и миниатюрные подарочный вариант такой сувенирная дыня здесь было написано что это дыня еще одна алтайская дыня вот они такие алтайские вот они для алтая крупные для нас вроде как они мелкие так ну что еще надо посмотреть что-нибудь может еще что то здесь будет до покрутился повертелся и еще нашел это у нас дыня еще одна алтайская дыня так вот они какие алтайские дыни ну что на вид судя по цвету нормально ха уже три дыни бахча прошлом году такого не было ну конечно осенью участок не такой презентабельный как летом когда тепло светло все яркое все уже сохнет желтеет ну тем не менее перезимовала все перри летом они перезимовала прошло все нормально опыту мы набираемся каждый раз все больше и больше у вала тут еще непонятно что это кабачки остались не убранная у меня виноград не всюду подвязан так что работа еще хватает надо уже готовить шпалеры делать нам кукуруза не убрана кстати вот кукуруза что-то у нас кукуруза не заладилось какая-то она как будто ее поел кто-то о рыжая пришла и по моему все равно какая кукуруза нас не играется ну что это за кукуруза сонька кукуруза нам бы только поиграться да добыча да кукуруза неудачная куда потащила кукурузу что-то задумала дружбан отдыхает ну в общем не знаю имеет ли смысл вообще его садить эту кукурузу она как-то уж очень скромная так попробовали проэкспериментировали ничего серьезного в одном из последних видео я рассказывал показывал как я боролся с кротами но вот то самое место где были лунки от кротов новых лунок нету то есть в этом районе их нигде не видно даже где вот цветы у нас тут были под клумбы они были какие розочки а эти еще цвести будут и здесь такие замечательные скоро осенние цветы начнут цвести да ну что нету ничего да арсений вот здесь мы тоже засыпали нету 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 ну что действительно эффективные средства оказалось здесь тоже еще кстати они от забора шли к нам сюда тоже здесь было много но нету так что вот эти химические таблетки якобы с карбидом очень даже эффективно помогли рекомендую помните год назад где-то в августе месяце у меня был ролик о том как я собирал абрикосы у себя на деревьях у меня деревья тут три дерева было посажено джердел абрикос деревья были выше крыши я фактически на высоте 6-8 метров да собирал вот эти вот абрикосы ну и на этот будущий год и подумал надо мне это все дело обрезать мне не нравятся такие деревья деревья были похожи на пальму то есть ствол прямой а наверху шапка такая и даже с лестницей со стремянкой не всегда можно было достать абрикос приходилось еще брать приспособу полтора метровую двухметровую палку туда приделывать полтора литровую пластмассовую бутылку делать в ней дырку для того чтобы сдергивать эти абрикосы в общем конструкция такая была и работа мне не очень нравилась и я в итоге обрезал деревья я вам сейчас покажу что с одним из этих деревьев стало теперь вот так теперь выглядит дерево это было самый ранний сорт не знаю как это правильно назвать его но дерево имеет форму такой кустарника в разные стороны пошли новые деревья ветки в смысле да и вот это все мне надо будет как-то обрезать а само дерево видите вот вот здесь я его обрезал и вот такие кучеряшки в разные стороны вот оно видите я его обрезал и вот с разных сторон пошли вот видите новые 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 вот такие вот такие это за одно лето вы представляете из пенечка превратилась вот такое вот дерево но это было самое раннее а это вторая джерделла которая была средняя срока созревания ну здесь сюда куда скромнее выглядит буквально вот две таких веточки пошли потом по-моему одна даже прямо от корня пошла да и все но зато вот это краса красава ну вот так выглядит наша газона газон сентябринками немножечко красоты в дом тоже надо это викинг лайф с вами продолжением несчастные насекомые напали на деревья с ними нужно бороться а почему они несчастные счастливые счастливые насекомые на несчастные деревья напали фитоферм препарат от клещей от ли который я буду использовать биологическое средство никакой химбио биопрепарат поэтому у нас пока еще светло будем использовать процесс у нас очень очень еще есть пипсик стоит какой-то короче надо чем-то остреньким надо чем-то остреньким ставь на пол уже пошел за остреньким нет сняла ты не пугай меня птицы не пугай меня не пугай снимала там там все бегут а перед этим не знаю бежали или нет лучше повторись что ты будешь сейчас делать на наши деревья напали насекомые видит ли и паутинного клеща нам рекомендовали препарат фитоферм фитоверм 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 25 миллилитров пузырек а объем этого распылителя 10 12 12 литров ну в зависимости от того клещ это или тля можно использовать больше или меньше по концентрации я сделаю побольше мне не жалко ну вот день подходит к концу мы славно поработали с нами тут и Арсений да Урстик ты тоже с нами Урса Урса он занят своими делами мы еще немножко листья посгребали осень деревья я прыскал у нас вот еще одна идет компания в общем мы все компании ходим поэтому ребята большое спасибо что вы досмотрели этот ролик ставьте лайки пишите комментарии мне будет приятно их читать еще раз извините что не получается так часто выкладывать ролики как раньше но тем не менее я стараюсь держать вас в курсе всех событий с вами был я Сергей Гуд и канал Viking Life пока ребята ну и ну и и и Субтитры создавал DimaTorzok